хорошо давайте давайте начнем у нас сегодня важная тема значит смотрите чем ближе к концу семестра внимание не забуду наверное туда даже включить запись да так чем ближе к сейчас секунду запись пойдет да значит еще раз чем ближе к концу семестра тем больше у нас мы не семестра модуля тем больше у нас будет разговоров таких чисто теоретических которые на практику пощупать не успеем это сделано нарочно для того чтобы не было необходимости давать практические задачки которые все равно не сможете вовремя решить поэтому но сегодня еще тема которая вполне себе практическая у нас будет вот с 181 группы по этому делу практика прямо сейчас кажется кажется по этому делу я уже запутался с этими перещелкиваниями две лекции три лекции всегда тяжело вот значит нет практика у нас будет вот поэтому да мы это еще не делали мы это еще не делали вот у нас будет практика рисования кажется опять таки не помню да значит да точно у нас был практика по макросу вот значит сегодняшняя тема называется как это правильно сказать системные события да кто-то кто-то радостно прочел слова трапы эмоции значит на самом деле в архитектуре конкретно микс различается довольно много разных типов системных событий а вот дать сделать чуть покрупнее нет этого не покрупнее вот это покрупнее довольно много разных типов системных событий но попробуй навести нечто вроде такой ну псевдотеорий на этот счет значит что вообще такое системное событие это такая новая потребность напоминаю наш общий литмотив разговора про то что компьютеры создавались в ответ на какие-то потребности из реального мира идеальный компьютер в вакууме состоит из там простого как бы простого устройства который умеет делать простые операции и в общем этим алгоритмическая полнота его исчерпывается но компьютеры из настоящей жизни устроен намного сложнее потому что он состоит из таких частей которые решают задачи из реального мира вот в прошлый раз мы говорили про операции ввода вывода которые могут быть довольно разными вот и даже что такое вот видите картинки рисовали вот а в этот раз мы вспоминаем вот какую задачу предположим у нас программа работает а в это время с вашей вычислительной системы что-то происходит не важно что и не важно как происходит происходит что-то что не вполне запланировано вами как программистом вашей программе то есть происходит некое событие в самом общем понимании этого слова которое внезапно нужно обработать и обработать его программу вот такого у нас еще не было такой задачи а между тем такая задача очень часто возникает ну например довольно типичное событие это вы берете у каждого такое было при решении домашних заданий я подглядел типичное событие вы берете кладете в ячейку в регистр какое-то кривое число и потом попытается пытается обратиться по этому адресу и у вас программа вылетает с диагностикой невалидный адрес ну типичный пример забыли умножить на 4 прибавили единичку к адресу попытались прочесть машинное слово с нечетного адреса ну и всем привет программа немеренно остановилась окей если ошибка ровно такая как я сказал скорее всего это вы неправильно ее написали надо отлаживаться но бывают ситуации когда такого рода такого рода происшествия вы предусмотреть заранее не можете ну мало ли что например пользователь чего-то ввел а вы вынуждены это интерпретировать как адрес или как число на которое надо делить она внезапно может быть нулем еще чего-нибудь вопрос как решать такую проблему когда почти каждое действие с данными нужно проверять на правильность этих данных иначе выполнение программы просто будет невозможно дальше ну вот там не знаю в случае деления на ноль какие у нас есть варианты первый вариант игнорировать ну подумаешь деление на ноль как проверить что деление на ноль был невалидным ну понятно как проверить не было ли там нуля как правильно как узнать был там ноль или не было вставить в код программы заранее проверку получается что каждая операция деления нужно будет обмазать вот такими проверками в количестве зачем или то же самое вот разоминование адреса мы пошли по какому-то адресу он оказался кривой как проверить ну в принципе можно конечно взять вот эту карту да которую нам предоставляет вычислительная модель да ну например вот ту карту которая в марсе размещение памяти это где-то вот здесь да всю ее запомнить и каждый раз когда мы пытаемся взять что-то из памяти проверять лежит ли это адрес в одном из разрешенных диапазонов или значит не лежит опять получается что каждое обращение к адресу нужно обмазывать диким количеством команд для того чтобы не произошло для того чтобы как это сказать элиминировать ту ошибку которая могла бы произойти очень нелогичное решение вот есть еще одно решение это изобрести специальное значение которое попадет в ячейку например если собираемся читать из памяти или если мы собираемся извлечь квадратный корень из минус единицы вот и потом проверять что результат у нас получается невалим это не всегда работает ну например у нас может случиться исключительная ситуация когда мы записываем в память ну и где мы будем искать результат вот в общем из всех возможных из всех возможных вариантов решения ситуации возникло системное какое-то событие мы обработали это системное событие представляется наиболее разумным выделить какую-то специальную под программу отдельно лежащую в отдельно от вашей программы которая бы обрабатывала такую исключительную ситуацию то есть вот есть ваша программа потом шмяк случается исключительная ситуация внезапно бряк начинает выполняться где-то под программу в стороне потом она заканчивается и все возвращается назад и выполнение вашей программы продолжается вот такой так это подавляющим в большинстве случаев современных архитектур именно так реализована обработка различных исключительных ситуаций когда это можно рассматривать как переход на некоторый подпрограмму которую а 1 не обязательно вы пишете и б не обязательно у вас спросили будет это переход или нет ну потому что некоторые системные события они возникают не по вашей инициативе а по инициативе систем да когда они возникают внезапно происходит переход на эту программу обработка того что произошло и возврат к исполнению ваших программ такие дела Значит, если, повторяю, навести какую-то теорию вокруг этого, хотя бы небольшую, то можно подумать вот над чем. Например, что явилось причиной исключительной ситуации? Вариант номер один. Причиной исключительной ситуации явилась инициатива вашей аппаратуры. Ну, например, вы запустили операцию ввода-вывода. Помните, мы в прошлый раз говорили, что ввод-вывод очень медленный. И вот она продолжалась, продолжалась, и тут закончилась. Окончание операции ввода-вывода сопровождается так называемым прерыванием, то есть системным событием, которое нужно обработать. В данном случае, допустим, чтение из диска завершилось. Переложить те данные, которые были прочтены из диска в какое-то определенное место в памяти, а дальше продолжить работу вашей программы. Или ситуация, когда у вас происходит какой-то аппаратный сбой. Ну, там, перегрелся процессор, не знаю, что-нибудь такое. Или ситуация, когда кто-то снаружи, например, пользователь нажал на кнопку клавиатуры, да, значит, пользователь нажал на кнопку клавиатуры, а вы этот факт хотели обработать. Он может нажать, пользователь, на кнопку клавиатуры абсолютно любой момент выполнения вашей программы, и в этот момент нужно, чтобы включился обработчик нажатия на клавиатуру, введенную на клавиатуру нечто куда-нибудь положил, а потом вернулся к работе вашей программы. Вот это все называется прерывание, когда источник, причина этих самых прерываний внешне по отношению к программе. Другой вариант, другая причина того, когда может возникнуть исключительная ситуация, это вы сами в программе сделали что-то такое, что может привести, а может и не привести к возникновению исключительной ситуации. Деление на ноль, попытка разименования плохого адреса, ну, что там еще, переполнение, помните, вот самые первые исключения, с которыми мы встретились, это целочисленные переполнения. Вот, то есть вы знаете, что вот в этом месте вы складываете два числа, и когда вы два числа в этом месте складываете, возможно переполнение, и это переполнение будет обработано, ну, или не будет, соответствующим обработчиком вне вашей программы, а ваша программа будет вести себя так, как если бы это сложение было нормальным. Да, вот вы сложили два числа, случилось переполнение, вы прыгнули на обработчик, обработчик что-то пожевал результат, вернулся обратно, и вы продолжили работать. Мы такого еще не видели, у нас, поскольку у обработчиков, скажем, переполнения не было, у нас каждый раз происходила останов программы. Мы с этим, собственно, и пытаемся бороться, вот этой аппаратной штукой, которая называется обработчик прерывания. Вот, такие ситуации в архитектуре MIPS называются исключениями exception, вот, отличаются от прерывания тем, что прерывание имеет внешнюю причину, а exception имеет внутреннюю причину. Вот вы так программу написали, что она внезапно увалилась в исключение. Вот, ну и, значит, те самые трапы, о которых мы говорили в самом начале, это ситуация, когда вы имитируете исключение, то есть ваша команда, она не просто может привести к исключительной ситуации, она ее провоцирует, это как вбрасывание этих самых исключений в искорных языках программирования, как команда RACE, оператор RACE в питании. Вот, то есть идея стоит в том, что ничего, все было хорошо, но вам по какой-то причине надо, чтобы возникла исключительная ситуация, вы ее, как это сказать, вбрасываете в поток вычислений. Вот. Вот их три, interrupt, exception, trap. Значит, как я уже много раз говорил, вот только что, для того, чтобы такая аппаратная штука работала, нужно иметь поддержку, переключение в какое-то другое место, где лежит это под программой обработчик, выполнение того, что там произошло, и вернуться обратно. Вот. Самый простой способ, это просто тупо запомнить старое значение регистра счетчика команд, program counter, запихать туда новое с адресом обработчика, поработать там, ну и вернуться обратно, после того, как вся обработка произошла. Это не единственный способ. Есть разные, более хитрые способы аппаратной организации этого безобразия, ну, например, иметь сразу несколько контекстов вычислений, аппаратную поддержку нескольких контекстов, и просто в случае, когда у вас произошло прерывание, переключать эти контексты. Ну, грубо говоря, их два. Основной и с обработчиками. В основном адресное пространство от нуля там до N, и в обработчике тоже адресное пространство от нуля до N. Основной работает, работает, и обработчик там тоже, да, но в каждый момент времени понятно, работает только один, у вас работает основной, 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 потом шмяк, случилось прерывание, и хлоп, у вас начинает работать аппаратным образом. Другой контекст, со своей памяти, со своим program counter, со своими регистрами, со всем своим. Такой вариант есть. Есть вариант, когда их контекстов много, особенно в системах, которые поддерживают псевдопараллелизм, вытесняющий многозадачность. Ну, короче говоря, об этом мы поговорим уже в следующем модуле, вот, о таких штуках. Вот. А пока что мы остановимся на ситуации, когда нам нужно просто вручную сохранять все значения, менять program counter, что-то вычислять и возвращаться. Исключительные ситуации, в особенности прерывания, поскольку прерывания продуцируются внешними причинами, могут быть асинхронными. То есть, ваша программа работала-работала, и в произвольный момент времени случилось прерывание снаружи. Его надо обработать. Это означает, что если вы использовали какие-то неатамарные команды, ну, грубо говоря, ваше действие состоит из двух команд или трех инструкций на ассэмблере. Вот. И у вас положено прерывание в то время, когда выполняли вторую, то, в общем, нужно думать о том, что вся вот эта пачка из трех инструкций не прошла. Ну, такой типичный пример, когда мы берем любую псевдоинструкцию типа loadWord из памяти, которая, помните, раскладывается на формирование адреса с помощью луа, да, и дальше loadWord с регистром. И вот, смотрите, ну, давайте я нарисую, что ли. Это же очень просто. Это же очень просто. Да? Вот. Вот. Вот, смотрите. Ну, тут кто увидит. Видите, у нас инструкция, инструкция вида loadWord, псевдоинструкция вида loadWord разложилась на две. На формирование адреса памяти и на loadWord со содержимым регистра, регистр доллар один, он же AT. Если между этим и этим выполнение этих двух инструкций произошло прерывание, то было бы неплохо, чтобы оно ничего не испортило, потому что если оно, не дай бог, испортит содержимое регистра AT, то здесь уже получится ерунда. Все еще хуже, если есть какие-то там, скажем, регистры флагов. Помните, я говорил, что в МИПСе нет регистров флагов, но есть регистры флагов в математическом процессоре. Вот они. Когда вы сравниваете два плавающих числа, там флаги взводятся. Не дай бог это что-то испортится. Короче говоря, как только мы придумываем асинхронную обработку каких-то системных событий, так сразу у нас получается такая ерунда, что мы должны думать о том, чтобы наши программы работали, даже если мы выполнили команду номер один, потом внезапно произошел обработчик, а потом мы начинаем выполнять команду номер два. То есть наши требования, наша задача по тому, чтобы в нашей архитектуре возникло понятие системное событие, как обычно в таких случаях, приводит к усложнению архитектуры и усложнению программирования. Вот. Вот сводная табличка по тому, что такое interrupt, exception, system call, кстати, сказать на ту же тему, и trap. Значит, ну поскольку мы это уже говорили об этом, пускай эта табличка остается, так сказать, непрощенный вслух, единственное, что я хочу сказать, почему здесь появился системный вызов. Мы до сих пор системные вызовы использовали как такое чудодейственное биение в бубен. Да? Вот. Мы не знаем, как аппаратно рисуются буквки на экране. Это сложно. Поэтому мы говорим так, для удобства, пускай это делает какая-то система. Мы нарисовали системный вызов один, вызвали, засунули данные в А0 и поехала, значит, системный вызов. Так вот, системный вызов работает точно так же, как и, допустим, тот же трап. То есть, мы что сделали? Мы говорим, вот данные, нужные для обработки такого системного вызова. Вот тип системного вызова. А дальше, пожалуйста, вот в моей программе нету кода, который умеет выводить буквки на экран. А в вашей операционной системе есть. Пожалуйста, выводите буквки на экран так, как вы там умеете. я не знаю, как это делается. Это, в общем, совсем похожая штука на то, что я говорил про трапы. Я говорю, пожалуйста, вот на основании каких-то данных я хочу, чтобы сейчас произошло исключение, то есть, произошла ситуация, что операционная система обрабатывает, а в моем коде ничего нет. Поэтому в этой табличке трапы и сисколы очень похожи. И вы можете относиться к трапам как к сисколам как к одному, это почти одинаковой штуке. За исключением того, что сами написать системный вызов мы не можем в Марсе, обрабатывать трапы легко. Мы это даже сегодня увидим. Так. Вопросы? Потому что я чувствую, что в какой-то момент как это, некое поднятие в космос произошло. Ну окей. Громче. Понятно. Нет, у нас есть один вопрос. У Богдана. Ну громче, пожалуйста. У меня какой-то момент. У меня вопрос. Как мы это обсуждаем, чтобы... Просто я бы начало чуть-чуть пропустил, чтобы что? Чтобы иметь представление? Или... У меня встречный вопрос. Вы учитесь на данном факультете, чтобы что? Нет, вот сможем ли мы вот в эксепшене вот эти сами их писать? Более того, мы их будем писать. У нас будет домашнее задание. Понятно. Понятно. Вы подошли чуть позже начала лекции, да? Я с самого начала сказал, что чем ближе к концу модуля, тем больше у нас будет разговоров, которые мы на практике реализовать не сможем. Поначалу мы это будем реализовать на практике, но не сможем сделать домашнее задание, а дальше мы даже не сможем нигде это использовать. Но сегодняшняя последняя лекция из тех, где даже домашнее задание будет посвящено именно это. Какие могут быть варианты реализации этого безобразия? Значит, есть вариант, который называется вектора прерываний, так называемые, который в МИПС не реализован, в МИПС сделан не так. Но поскольку это самый популярный из современных способов организации обработчика прерываний, я про него хотя бы на пальцах расскажу. Идея стоит в следующем, что когда происходит прерывание, ну скажем, номер К, процессор, отловивший это прерывание, берет некий адрес начала таблички, допустим, вот такой, да, я сейчас, это все мои фантазии, потому что в МИПСе этого нет. Ну, допустим, начало таблички это 8000 0100 прибавляет к этому началу таблички номер прерывания, умноженный на 4, разумеется, и получает адрес, допустим, прерывание номер 2, адрес, некоторый адрес обработчика хранится в табличке по адресу 8000 0108, потому что 108 это значит 0 плюс 2 умножить на 4. в этом месте лежит адрес подпрограммы адрес обработчика прерывания и происходит переход по этому адресу для того, чтобы конкретно прерывание номер 2 обработалось вот этим обработчиком. Вот это называется вектор прерывания. Вектора прерывания могут быть стандартные, вот здесь приведен пример, когда адрес таблицы строго определен, вектора прерывания могут быть программируемы, когда вы сами говорите за какое прерывание, какая программа отвечает, и эти программы будут лежать в разных местах, и это какое-то свойство процессора помнить где что. Вот. Почему в МИПСе не используется такая конструкция? Как обычно, в МИПСе очень при проектировании архитектуры МИПС, которая была нацелена на как можно более быстрое выполнение инструкций, старались избавиться от инструкций, которые требуют двойной косвенной адресации. То есть мы получаем адрес, по которому лежит адрес, на который надо перейти. Это двойное обращение к памяти, да еще как бы в зависимости по данным мы не можем его распараллелить. Мы сначала должны один раз обратиться к памяти, декодировать то, что получится, и еще раз обратиться к памяти. То есть вот мы получили прерывание номер K, прибавили к началу таблицы прерываний, получили адрес вектора, зашли в эту ячейку, вынули оттуда адрес обработчика и только после этого запустили обработчик. Понятное дело, что когда пишете огромные программы, вся вот эта экономия на байтиках, в смысле на одних двух инструкциях она ничего не значит, но повторяю, в случае, когда у вас например, не повторяю, а напоминаю, что в случае, когда у вас процессор используется как какой-нибудь контроллер для железяки, каждый такт может иметь значение. Вот. Ну и потом хотелось бы, чтобы двойная косвенная адресация была прямо в системе команд, а не то, что не нужно было забирать адрес, потом интерпретировать его, потом снова забирать адрес. Вот в некоторых архитектурах двойная косвенная адресация есть. Ничего этого в МИПСе нету, так не сделали. В МИПСе поступили проще. В МИПСе есть один-единственный обработчик всех исключительных ситуаций, он лежит по адресу 8 0180. И это тот программист, который будет программировать этот обработчик, должен разобрать, а что, собственно, произошло. Резюмируем. Что еще нужно со стороны... Мы поставили задачу, нам надо удовлетворить нашу хотелку. Хотелка состоит в том, чтобы исключительные ситуации, которые происходят при работе программы, могли быть, можно было обработать и обрабатывали бы их либо не мы, либо мы, но со специально подготовленным кодом под названием обработчик, он же Хантер. Что для этого нужно сделать сепаратурой? Оказывается, довольно много. Ну, например, а что делать, если при обработке прерывания произошло прерывание? А при обработке этого прерывания тоже произошло прерывание. Есть много способов решить эту задачу. Самый простой запретить прерывание на время обработки прерывания. Чтобы вообще не было такого. если вы залезли в обработчик, то что там не происходит снаружи, пока вы из обработчика не вылезете, новые прерывания, новые запросы обрабатываться не будут. Мы об этом еще поговорим на следующей лекции, когда будем говорить про настоящее прерывание, а не про эксепшн. И это нужно как-то обеспечить аппаратно. то есть, у вас есть механизм, который сдергивает поток выполнения в обработчик в тот момент, когда что-то произошло. А есть механизм, который этого не делает. Запрещает это. Дальше. Когда произошло прерывание, какая это исключительная ситуация, было бы неплохо распознать, какая и куда-то это число, номер, идентификатор события записать. Это тоже должна делать аппаратура. Понятное дело. Деление на ноль это одно, плохой адрес это другое, вот это все. Дальше. Если мы договорились о том, что обработчик устроен таким образом, что сдергивает поток выполнения с основного места и перекладывает куда-то в другое место, надо запомнить, где находился поток выполнения исходный, чтобы потом туда вернуться. Это понятно. В принципе, этого в МИПСе нет. Но помните, я вот говорил про переключение контекста. Было бы очень удобно, если бы для основной программы и для обработчика прерываний был, например, собственный набор всех регистров. У каждого из этих двух потоков выполнения свой. Тогда бы нам не пришлось сделать то, что нам придется делать при решении домашнего задания сейчас. А именно, поскольку требование для обработчика такое, что когда он обрабатывает, он ничего не должен испортить, ни одного регистра не должно пострадать. При выходе из обработчика прерывания значение всех регистров должно быть таким. То было бы, конечно, удобно сделать это одной ручкой. То есть, мы, значит, вошли в прерывание, мы хряп, все регистры, которые использовались в основной программе остались нетронутыми, нам предоставили дополнительный набор регистров, мы на них, значит, покуролесили, а при выходе, значит, вернулись обратно, а там все как бы. В МИПСе такого нету. Вот. В некоторых архитектурах такое есть. Кстати сказать, когда я говорю регистры, я имею в виду не только регистры общего назначения, но, например, регистры флагов. Потому что, опять-таки, в МИПСе регистры флагов существуют только в арифметическом сопроцессоре, а в большинстве архитектур есть регистры флагов. Особенно, если архитектура двухадресная, если у нас операция безусловно операция условного перехода не атомарная. Кстати, вот вам хороший пример, когда двухадресность влечет за собой некоторые усложнения логики. Помните, мы говорили, что в двухадресной архитектуре невозможен атомарный условный переход. Мы сначала сравниваем, потом переходим. Это значит, что если между сравнением и переходом произошло прерывание, это прерывание не должно тронуть вообще ничего, чтобы потом вот этот переход не оказался ложным. Ну, в общем, хитрости. Да, значит, на самом деле есть еще одна проблема, связанная с прерываниями, в которую мы сейчас залезать не будем. Попробую ее на пальцах объяснить. В действительности, конечно, процессор устроен не так, что вот у нас есть одна команда и такая одна машинка для выполнения этой конкретной команды. то есть, складыватель, там, вычитатель, переходитель, и вот так вот все. На самом деле, процессор устроен достаточно остроумно, там есть несколько внутренних блоков, которые каждый отвечает за свое, за выборку адреса, за декодирование команды, за арифметические всякие штуки, ну и так дальше. За доступ к регистрам, например, отдельный блок отвечает. Так вот, как только мы спускаемся на уровень под систему команд, на уровень так называемого микрокода, на уровень работы вот этих блоков, выборка адреса, вычисление альфметической операции, доступ к регистрам, запись из регистра обратно, вот это все. Если успеем, мы на этот счет поговорим на самом деле, только не сегодня. Так вот, обработчик прерывания наверняка всю эту красивую машинерию испортит, потому что он будет выполнять свои команды. Было бы очень неплохо сделать так, чтобы он ее испортил, но на результаты вычисления это никак не повлияло. Ну то есть, если мы начали уже выполнять какую-то команду и тут произошло прерывание, значит, надо все выбросить и при возврате оттуда снова начать выполнять эту команду. Ну вот как-то так. Ну, в общем, это соображение, оно скорее такое чисто умозрительное, потому что мы еще не видели, как устроен процесс. Теперь мы, собственно, возвращаемся к нашему МИПСу. Для управления потоком вычислений, таких вот переключений, выисквений, всяких штук. В МИПСе есть отдельный еще один сопроцессор, он называется ЦПУ0, то есть на самом деле это он сопроцессор, а арифметический еще один, потому что он называется ЦПУ1. Который, как раз, в чьи обязанности входит следить за тем, что в нашей вычислительной системе произошла нештатная ситуация, ну или там штатная, исключительная ситуация и что-то с этой исключительной ситуацией делается. У него есть так же, как в ЦПУ1 свои регистры, вот, из них в нашем эмуляторе под названием Марс имитируется только 4, на самом деле их там типа 16, вот, разных, интересных. Вот, мы будем иметь дело только с парочкой из них. И у вот этого управляющегося процессора есть свои собственные команды, которые с этими регистрами работают. Ну, как обычно, взять из регистра, положить в регистр, вот, это понятно. Собственно, команды всего 3. Взять из регистра, положить в регистр, а еще есть командочка ERED, которая аналогично выходу из-под программы, аналогично нашему GRRA, помните такое? Вот. Значит, какие бывают регистры? вот, в Марсе, напоминаю, всего 4, из них мы будем пользоваться, ну, максимум, двумя, ну, может быть, тремя. Главный регистр, который точно всегда нужен, это регистр, так называемый EPC, Exception Program Counter. Это то самое место, куда сохраняется адрес инструкции, на которой произошло исключение. Вот ровно вот тот адрес, где что-то произошло. И, соответственно, командачка ERED, инструкция ERED, будет возвращаться на этот адрес. Собственно, и все. Регистр Status содержит информацию о том, что именно произошло, в частности, в нем хранится причина, номер, причина нашего исключения, которая в разных случаях может быть разное, там, деление на ноль, опять-таки, плохой адрес, еще что-нибудь, плохая инструкция, такое, приполнение. Вот эта самая причина хранится в регистре ситуации, но не только она. Там же хранятся так называемые interrupt mask, это штуки, необходимые для того, чтобы как раз запрещать повторный вход в прерывание. Помните, мы говорили о том, что прерывание внутри прерывания вещь плохая, и традиционно она просто не обрабатывается ни так. Ой, я соврал. Я соврал. Причина прерывания лежит в 13-м регистре, который называется COS. Вот, простите. А в 12-м регистре лежит как раз вся вот эта машинерия, связанная с запретом прерывания и всем остальным. Ну, нам же проще. Значит, так, 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 да, и еще есть регистр B2-адреса, который заполняется в том случае, если исключение было связано с плохой адресацией. А вот, ну, допустим, вы попытались прочитать машинное слово с нечетного адреса, вот этот самый нечетный адрес будет сюда занесен, чтобы вы, значит, знали, о чем речь. Вот. Вот это слово codes можно прочесть, но на самом деле нет, это C0 destination. Не ведитесь. Как все происходит? Все происходит в 6 шагов. Первое. Произошло какое-то исключение. Мы берем и в регистре статус взводим бит 1, который означает, что мы вошли в обработчик исключения, что наш поток выполнения теперь находится на уровне exception level. Мы записали в регистр 13 причину нашего прерывания, обратите внимание, не весь регистр, а только в биты от 2 по 6. что там первый и нулевой бит делает, я не помню. Но вот, к сожалению, имеется в виду, что номер исключения, его нужно типа на 2 сдвинуть. Мы это сейчас увидим. Он записывается не с нулевой бит, а со второго. Так это все придумали. Вот. Мы сохраняем, мы в смысле этот самый железяка, сохраняет адрес, по которому произошло исключение в в регистр ЕПЦ. Он 14 регистр процессора Ц0. Обращаю ваше внимание, вот эти регистры 8, 12, 13, 14 это не регистры основного процессора, а регистр процессора Ц0. Тут пол не надо было Ц0 должен забываться. Вот. Сохранили. Если было исключение связанное с плохой адресацией, значит мы заполнили еще и регистр Ц0.8, который B2. После чего происходит переход по адресу 8, 180, вот. И в случае архитектуры MIPS 32 это фиксированный адрес, это всегда так, то есть именно там находится общий обработчик всех исключительных ситуаций. Мы с вами говорили о том, что начиная с адреса 8, 4, 0, находится так называемое пространство кода ядра. То есть у вас как бы всегда существуют две программы. Одна лежит в нижних двух гигабайтах, а другая в верхних двух гигабайтах. Та, что в нижних двух гигабайтах это ваш код, а та, что в верхних двух гигабайтах это собственно ядро операционной системы. По крайней мере так задизайн в МИПСе, в других структурах слегка не так. Стало быть, обработчик прерывания выполняется в секции кода ядра. Оно называется КТЕКСТ, и мы сейчас будем программировать, мы это сейчас увидим. В реальном мире вот это различие на секцию обычного кода и секцию кода ядра сопровождается еще одним различием. А в обычном коде кое-какие инструкции выполнять просто нельзя. Например, в МИПС-32, если я не ошибаюсь, на самом деле из пространства адресов пользователя нельзя ходить в Memory Muppet Input Output. Вы не можете ходить к старшим адресам, исчитывать какие-то регистры, видеопамять из программы, написанной в режиме, которая лежит в пространстве пользователя. Вы можете это делать только из программы, которая лежит в пространстве ядра. Но я могу ошибаться. Важно, что это различие есть, и оно довольно большое. В режиме ядра вам доступны все возможности процесса, в режиме пользователя часть из этих возможностей ограничена. Для того, чтобы, если мы реализуем что-то вроде вытесняющей многозадачности, если у нас есть несколько одновременно работающих задач, эти задачи как можно меньше могли помешать друг другу. представьте себе ситуацию, что у вас в памяти не один и не два потока вычислений, а скажем четыре. Один из них называется ядро, и он переключается между вот этими тремя оставшимися. Поработал один, потом ядро принимает решение, выгружает, поработал второй из другого места в памяти, потом опять ядро третий, потом снова первый, второй, третий. У меня в принципе есть пример для Марса написан, но он большой в вас, не уверен, что мы дойдем до того, что можем его прочитать, но вот там как раз дешевая пластиковая имитация этой самой вытесняющей многозадачности реализованной. Соответственно, в идеале программа, запускаемая в пространстве пользователя, вообще не может помешать другой программе, запущенной в пространстве пользователя. В Марсе, конечно же, это не так, потому что в Марсе вообще нет переключения между юзер-спейс и кернел, юзер-мод и кернел-мод. Все инструкции в Марсе выполняются в режим кернел-мод. Но тем не менее, адресация она оставлена, то есть вы для того, чтобы написать обработчик, должны положить его в секцию к-тексту. Вот. Ну и после того, как вы обработали исключение, вы просто выполняете операцию ерет, этот ерет автоматически убирает статус EXL, мы вышли из-за исключения, и переходит на адрес, который лежит в регистре EPC, или 14-м регистре с процессора 0. Хорошей идеей является увеличить значение этого регистра на 4, прежде чем вернуться, а то вы снова выполните ту самую инструкцию, из-за которой произошло исключение. если этого не сделаете, вы опять попадете на этот инструкцию, скорее всего там будет то же самое исключение, что в общем неправильно. Вот. Значит, дальше идет некоторая теория относительно регистра статуса, давайте я бегом про нее расскажу, чтобы вы просто понимали. вакт. Ну вот мы знаем про бит 1, который называется exception level, который включается, когда мы входим в обработчик и выключается, когда мы выходим в обработчик. Есть еще бит 0, который в принципе разрешает или запрещает обработку прерывания. То есть по-хорошему, когда мы входим в обработчик, первое, что мы должны сделать, это забить вот этот бит 0 нулем. Там лежит единица, а мы должны положить туда 0. С этого момента больше прерываний обрабатываться не будут, пока мы не положим туда единицу. А в конце нашего обработчика мы должны опять вернуть в регистр C0, в его бит 0 единичку, и после этого опять сможем обрабатывать прерывание. Таким образом мы защитимся от ситуации, что во время обработки прерывания произошло прерывание, и мы его снова начали обрабатывать. Вот. Ку, это битик, как раз индицирующий мы находимся в kernel модели в user мод, кажется, в марсе он всегда равен единице. Вот. Ну и последнее, это вот битики, их тут 8 штук, которые так называемые interrupt mask. Это то, с чем мы работать не будем, поэтому просьба это просто запомнить. Значит, маскирование прерываний это вот что. маскирование, да. Вы можете запретить не все прерывания, не сам факт их обработки, а только некоторые. Например, вы обрабатываете какое-то исключение, и на время обработки этого исключения вы, наверное, не хотите обрабатывать другие исключения или еще что-то. Но, наверное, вы хотите, что если там произошла какая-то страшная ошибка, которая вот, ну вот, кровь из нас нуждается в обработке, чтобы такое прерывание все-таки произошло. Поэтому вы вместо запрета прерывания полного выставляете вот тут, вот в этой маске биты в ноль того, тех исключительных ситуаций, которые происходить не должны, и биты единицы тех исключительных ситуаций, которые происходить должны. И на этом основании как-то вот рулить этим приоритетом. В действительности там все намного сложнее, но до этой действительности мы не дойдем, поэтому забивать вам ею голову я не стану. Регистр причины C0. По неизвестной мне причине первые два бита не используются, а номер произошедшего эксцепшена хранится в битах с 22 по 6. О, я не объяснил, что такое и в что. Начал писать фразу и не дописал. А я, кстати, не помню, что там такое. Break. А, вспомнил. Значит, интересно, тут кусок просто пропал. Жалко. Значит, вот этот бит в реалайфе используется для того, чтобы определить, что произошло остановку по Breakpoint. Помните, когда мы запускаем Атланчик, мы, в принципе, можем поставить вот здесь где-нибудь кнопочку Breakpoint и при запуске я там один нолик не сделал. Произошло исключение, кстати, обратите внимание. Вот. Да, и при запуске этой штоки, да что ж такое-то, сначала скомпилировать, потом поставить Breakpoint. И при запуске этой штоки не произошло. Что я сделал не так? Breakpoint. Что-то я не понял. Может, ей нехорошо стало. Вот. Ладно, значит, чтобы лекцию не... Давайте попробуем сделать две команды, может быть. Короче говоря, я как раз хотел рассказать про... Ой-ой-ой. Я как раз хотел рассказать про то, что в Марсе, к сожалению, к сожалению, это Breakpoint не реализован по-человечески, он реализован просто как останов самого интерпретатора. Вот. давайте попробовать сюда поставить, знаете, что получится. Не, не хочет. Да? Да. А у меня нет. Так, так, и вот так. Во! Все, заработало. Видимо, я... Что-то не так делал. Смотрите, значит, этот инструмент отладки, мы про это говорили на семинаре, напоминаю, что мы можете поставить галочку в графу Breakpoint, и при запуске программы она остановится на этом Breakpoint. Напишет вот такое. И с этого момента вы можете, например, пошагово ее отлаживать, еще что-то делать. Так вот, это спасибо Марсу, который сам останавливается в интерпретации вот этих команд. если вы запускаете программу на реальном железе, естественно, никто снаружи не будет следить за этим Breakpoint. Поэтому вот этот самый Breakpoint используется отладчиками... Блин, я писал этот текст, я хорошо помню. Обидно. Этот самый Breakpoint используется отладчиками для того, чтобы для того, чтобы прямо вместо той инструкции, на которую вы поставили Breakpoint, поставить инструкцию Break, что там было запомнить где-то, вы запускаете программу, происходит Break, Break это такой exception, вы уваливаетесь в обработчик, а обработчик проверяет единственный бит, говорит, это был Breakpoint, сейчас мы обработаем Breakpoint и дальше с этим работаем. Но в действительности это все работает так, в Марсе это не так. Ну и интересная тема Pensing Interempts, тут ситуация такая, мы же запретили прерывания на время обработки прерывания, а они происходили. Более того, если исключение это то, что происходит в нашей программе, то прерывание это то, что приходит нам снаружи. Предположим, у нас произошло одновременно два прерывания сразу. Человек нажал на кнопку и в это время, ну не знаю, на мышку тоже нажал. Или что-то произошло с чтением жесткого диска. Прерывания имеют право произойти актуально одновременно. Это значит, что мы, когда упадаем в обработчик прерываний, мы на самом деле получаем какой-то коз, но на самом деле мы видим, что у нас сразу несколько прерываний одновременно висит, надо обработать все. Это делается таким образом, что вот в этом месте у нас каждому из типов прерываний соответствует отдельный битик. И мы смотрим туда и видим, там два битика заживлено, значит за это время произошло два прерывания. Надо оба обработать. Такие дела. Так, какие у нас бывают исключения? Бэйт исключения плохой адрес при попытке прочитать, плохой адрес при попытке записать, плохой системный вызов. Вот. вот этот девятый брейкпоинт, который на самом деле сейчас мы увидим, для чего в марсе используется, там очень смешно. попытка использовать, скажем так, вот reserved instruction это попытка использовать, интерпретировать какой-то кусок памяти как инструкцию, но в этом куске памяти записано что-то, что инструкции не соответствуют. Таких инструкций нет. Вот. Вот если вы до такого дошли, это нужно прям руками записать, не ассемблером, а руками записать какую-то данную в память. Тогда, да, будет вот такое исключение. Переполнение, TRAP, помните, что такое TRAP, мы об этом говорили, это ручное вбрасывание исключения. Вот. Деление на ноль, которое в марсе не работает. Вот. И какие-то, какие-то, значит, ошибки с процессора, которые, кажется, в марсе тоже не работают. Для того, чтобы вы вообще могли написать обработчик исключений, вам все-таки нужно разрешить пользоваться какими-то регистрами. Иначе, ну, требование ничего не менять будет неуполнимым. Поэтому есть два регистра, К0 и К1, от слова Кернел, которые вы используете для того, чтобы написать обработчик. все остальные регистры должны вернуться в то изначальное значение, в котором они были, когда вы выйдете из обработчика. Двух регистров хватает, я проверил. В принципе, хорошей идеей завести для ядра свой собственный стек. если вы пишете какой-то хитрый обработчик, в котором есть подпрограммы, значит, нужно использовать стек, вот это все. Вот. Но для простых решений стек ядра, понятно, если вы пишете операционную систему, стек ядра жизни необходимы. Но для простых решений стек ядра не обязателен, потому что у нас не бывает вложенных исключений. У нас нету ситуации, когда мы вошли в исключение, а потом еще раз вошли в исключение. Значит, нету, мы все можем хранить в памяти ядра. Кстати, память ядра находится, сейчас скажу, где, начиная с адреса 9400. Если память пользователя начинается с адреса 1001400, то память ядра с адреса 9400. Можно хранить все там, не глядя. Соответственно, если код ядра называется K-текст, то место, где хранятся данные ядра называется K-дата. Все, тут очевидно. Вот простейший обработчик исключений. В данном случае будет Illegal Read From 0. Мы помним, что с адреса согласно вот этой схеме с адреса 0 до 40000 считать нельзя. Ну вот. Поэтому здесь должно возникнуть исключение. Давайте мы это скопипастим в Mars и попробуем выполнить. Mars вот. Что мы здесь делаем? Мы просто положим в T0 0 и попытаемся а, да, мы пытаемся мы прям по адресу 0 пытаемся, да. Мы пытаемся использовать регистр 0 для того, чтобы что-то прочитать. Но ничего хорошего не получится. Вот давайте мы его прям повыполняем. Тут какой-то ноб непонятно для чего. он сразу свалился. А, нет, он не свалился. Надо было его в отладчике пройти. Вот, но вот сейчас произойдет исключение. Обратите внимание, как переключится О. Регистр статуса заполнился. там лежит FF13. FF это всякие битики, которые разрешают прерывания, а вот 13 это почти что почти что номер исключения, только сдвинутый. Вот. Значит, что мы теперь делаем? Ну, давайте вот здесь виднее, да. Как мы это обрабатываем? Мы берем адрес ЕПЦ, прибавляем к нему 4, чтобы, значит, перейти вот сюда, да, сохраняем его обратно. Что это такое? Наверное, это буква С русская. Вот. Ну и возвращаемся. Ну, давайте посмотрим. Итак, мы сейчас возьмем, загрузим в К0 содержимое ЕПЦ, вот оно, 400004, это правда, 400004, загрузили в К0, прибавим к нему 4, теперь там 400008, запишем его обратно в ЕПЦ, 400008, и сейчас произойдет Ерет, это переход по адресу 40000, в данном случае 008, а это будет вот на этот ЛИ. Вот он, перешли на ЕЛИ, ну и выполнить программу остановок. Таким образом, программа, которая, вообще говоря, читает из неположенного места, у нас вполне себе работает и никого не трогает. Путем временного выхода в обработчик, который тоже ничего не делает. Вопросы? Ну, в общем, вот, 6 строк. Включая вот этот NOB 7. Знаете, что такое NOB? Да, NOB operation. Инструкция, которая ничего не делает. Все правильно говорит. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я сейчас сходу не придумаю, какую жизненно важную функцию она выполняет, кроме того, что она целый такт вычисляется. Вот. Вот если у нас хватит времени, когда мы будем говорить о конвейере, мы увидим, что эти NOB, они на самом деле очень важны именно в случае, когда у нас выполнение команд конвейеризировано, потому что они автоматически вставляются в то место, где этот конвейер нельзя соблюсти, и надо просто, чтобы он прочистился и ничего не делал в течение некоторого времени. Но это потом. Сейчас мы на эту тему тяжело разговаривать. Вот этот самый хандлер более серьезный, вот, который устроен следующим образом. Вот здесь вот в секции текст мы возбуждаем различное количество исключений. Например, мы берем большое число и прибавляем к нему еще числа, чтобы получился integer overflow. В этот момент должно произойти исключение integer overflow. Или, например, мы пытаемся записать что-то по адресу слишком маленькому, и поэтому у нас произойдет исключение ошибка записи в память. Или, мы попытаемся поделить на 0. Вот. вот, или мы руками вызовем trap, то есть сымитируем исключение командочки teq, которая означает буквально следующее. Вызвать исключение типа trap номер 13 в случае, если равны два регистра. В данном случае мы сравним 0 с 0, и с вероятностью 100% исключение произойдет. вот их раз, два, три, четыре, четыре разных исключений. Вот обработчик. Как он устроен? Мы должны, пользуясь регистрами К0 и К1, сохранить все то, что мы планируем, все те регистры, которые мы планируем испортить. В данном случае мы пользуемся только V0 и A0, и поэтому нам ничего не надо сохранять. Если мы будем писать более сложный обработчик, то нам придется помимо этих, короче, куда-то в память пихать. Ну, куда-то же нам нужно записать. На чей? Для стек пользователя? А вдруг он уже испорчен к этому моменту? У вас произошло исключение, которое называется бэд-адресинг, потому что вы положили какую-то ерунду в стек пойнтер у себя в программе и попытались оттуда что-то достать. Вот. Всем понять, на чем разговор сейчас шел? Молчание, гробовое. Хорошо, перескажу. Спасибо. Это значит, что и в микрофоне было плохо слышно. Спасибо большое. Значит, смотрите, вопрос сразу такой. Ну, окей, в этом ханглере мы всего спасаем два регистра в 0 и А0, потому что больше ничем не пользуются. Если их там много, то надо класть куда-то в память все эти регистры. Нам нужно спасать все те регистры, которые мы будем исправлять вот здесь, потому что к выходу из этой программы, из-под программы, это вам не под программа, это вам обработчик прерывания. К выходу из него все регистры до единого, кроме регистра КА0 и КА1, должны остаться такими, как были. Значит, их надо куда-то спасти, потом вспомнить. И я говорю, знаешь, куда-то в память ядра их надо класть, куда-то там в районе 9400. А вот у меня и спрашивают, а почему не положить их в стэк? А я говорю, в какой? В стэк пользователя? А вдруг у вас исключение произошло именно потому, что пользователь убил себе стэк, записал в стэкпоинтер какую-нибудь фигню, попытался что-то взять из стэка, получил исключение под названием бэд адресинг, попал вот сюда, не надо пользоваться пользовательским стэком, лучше заведите свой. Так тоже можно. Взяли, сохранили СП куда-то в память, засунули в СП какой-нибудь адрес от 9000 туда и туда спокойно пишется. Такие дела. Нам повезло, нам всего два регистра надо сохранять, мы их положили в К0 и К1 и дальше написали вывели, обратите внимание, где я храню данные ядра, я их храню в секции КДАТА, как раз те самые 9000 с копейками. Вот, вывели сообщение exception, сейчас будем вычислять причину, взяли регистр COS, сдвинули его на 2 бит вправо, потому что у него там 2 бит не используется, обрезали от него все остальное, все остальные биты, получили номер прерывания, номер исключения, вывели его как целое число, вывели перевод строки, а теперь надо вернуться из обработчика, возвращаемся из обработчика, вернули В0 на место, вернули А0 на место, вот, обчистили с помощью К0 регистр COS и не забыли прибавить прибавить 4 с помощью К0 к регистру ЕПЦ, потому что нам надо возвращаться на следующую команду, а не на ту же самую, все, прибавили, можно, засунули обратно, можно возвращаться, вот такая вот картинка, давайте ее посмотрим, заодно там есть одна смешная штука, ну как смешная, неожиданная, я не ожидал, ой, я забыл сказать копик, как обычно, так, надо сохранить, сказать ему что-то типа X2, да, вот, значит, вот мы это дело скомпинировали, значит, смешное место, обратите внимание, как выглядит деление, как выглядит операция DIV, ну, DIV в данном случае, она разворачивается Марсом, это чисто извращение Марса, так на самом деле не делают, она разворачивается в целую инструкцию, значит, мы, если был ноль, то мы идем вот сюда, а если, если был не ноль, B, N, E, мы идем вот на эту ячейку, а если ноль был, то мы просто выполняем инструкцию брейка, которая вызывает девятое исключение, нет, не девятое, десятое, ну, неважно, какое-то исключение, брейкпоинт, то есть, Марс использует инструкцию брейк, для того, чтобы имитировать исключение деления на ноль, не зная, зачем они так сделали, но зато это довольно показательно, да, вы можете взять и сами сымитировать, например, с помощью брейка, или с помощью трапа, какое хотите исключение, такие дела, ну, а дальше он действительно делит, делит 11, и ммфло, наши любимые, как обычно, вот, ну, давайте выполнять, поехали, значит, и это мы сейчас формируем большое число, которое мы, вот, видите, у нас уже лежит число 7FF, сейчас мы туда еще добавим еще одно, бум, свалились в обработчик исключения по целочисленному переполнению, да, потому что у нас внезапное исположительное число стало отрицательное, приплыли вот сюда, ну, и обрабатываем, как было сказано, вот мы, значит, сохранили регистры, вот мы, значит, высчитали в в регистре А0, теперь у нас лежит причин прерывания 12, напечатали ее, exception 12, видите, внизу, да, перевод строки сейчас напечатаем, ну, и возвращаемся, восстановили регистры, изменили, обратите внимание, изменили адрес возврата с, там у нас лежал, у нас лежал 40,018, а теперь будет 40,001, записали 40,001, вернулись и попали на адрес 40,001, с, видите, сейчас будем следующую операцию обрабатывать, тут мы попытались записать по адресу 400, нам не разрешили, обратите внимание на то, что в регистре вадедр, вот он, лежит 400, это тот самый плохой адрес, который мы попытались использовать в нашей инструкции, вот, ну, дальше, значит, вот мы что-то поделали, ну, и опять же, да, это вот мы опять обработали, написали, что exception 5, сейчас мы вернемся, прибавили 4, записали в EPC, вернулись, попали на, на вот это самое деление на ноль, смешное, вот, поскольку мы делим именно на ноль, у нас внезапно шмяк случился exception под названием break, у него номер, кажется, ну, сейчас мы увидим, какой у него номер, ну, опять спасаем регистры, печатаем exception, вычисляем причину, она у нас равна 9, я был прав, это exception 9, вот он, ну, в общем, вся такая, вся такая картина, заодно сейчас посмотрим, как работает trap, а, ну, теперь, значит, мы все там поделили, да, негодно, теперь, значит, у нас инструкция типа trap, trap equal, у нас должно произойти имитация исключения, trap, номер 13 должно получиться, в случае, если регистр 0 равен регистру 0, ну, разумеется, они равны, поэтому шмяк произошло исключение, на этот раз оно вида trap, вот, отличается от обычного исключения только номером, сейчас мы этот номер увидим, опять сохраняем, пишем, пишем exception слова, написали слово exception, вычисляем причину, взяли регистр cost, подвинули на 2, обрезали битики до номера, вот, 13, 13 это как раз trap, ну, в общем, вот, и вернулись, на этом, собственно, вот сейчас будем, вот, на этом наше выполнение закончилось, вот такой пример, вопрос ко всем, я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь из всех ответил на этот вопрос, вопрос, вот какой, какой регистр мы все-таки испортили, вот мы клялись и божили, что хандлер не будет портить никаких регистров, кроме К0 и К1, этот хандлер один регистр испортил, ну, тут плохо видно, да, этот человек подтягивается, я тут, думал, руку поднял, да, только не А0, К0 мы, нет, 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 К0 и К1, и мы имеем право портить, А0, нет, потому что мы его вспоминаем, вот здесь, смотрите, мы его сохранили, вот это, давайте я вам подскажу, наверняка среди этих инструкций встречались псевдоинструкции, да, именно, да, поскольку здесь встречались псевдоинструкции, несмотря на то, что регистр АТ, он же регистр 1, здесь никак не обозначен, почти наверняка он должен был где-то встречаться, в первом попавшемся, вот он, вот он, значит регистр АТ мы испортили, и он превратился в тыкву, да, значит надо сохранять и его, а это значит, что мы уже не можем обойтись только К0 и К1, надо заводить в памяти место, куда мы все это складываем, а оттуда потом вынимаем, вот, причем, там все еще хитрее, потому что, когда вы будете складывать в память, знаете, что произойдет? вы первым делом убьете регистр АТ, поэтому вы должны его сохранить в К0, потом воспользоваться К1 для сохранения, а потом, ну, короче, такое, да, да, окей, я думаю, что в домашнем задании мы на это заморачиваться не будем, по крайней мере, это нигде не играет роли до тех пор, пока вы не обрабатываете прерывание, вот в прерывании эту роль играет, но про прерывание мы сегодня не разговариваем, а вот он текст про брейкпоинты, он уехал почему-то вниз, ну, хорошо, уехал, так уехал, так, и последняя тема на сегодня, осталось 2 минуты, ну, смотрите, это последняя тема на сегодня, на самом деле, она, практически мы ее уже прошли, еще раз, трап, это способ вбросить исключение, если в случае там, не знаю, адресации, у вас может случиться, а может не случиться, адресация, ну, ошибка, то в случае трапа, она случится заведомо, эта команда нужна для того, чтобы случилось исключение, исключение будет иметь номер 13, а хитрость состоит в том, что трап, как видите, атомарно работает со сравнением, то есть вы сравниваете, и по результатам сравнения, у вас возникает исключение, или не возникает, в нашем случае мы использовали, уникондишнл, то есть, ну, 0 всегда равен 0, а здесь мы можем всякое хитрое, вот, вот здесь два примера, которые мы посмотреть уже не успеваем, один успеваем, значит, для чего нужен, для чего нужен трап, для двух разных вещей, первый для assertion, assertion это такая ситуация, когда у вас в программе может произойти то, чего вы не хотите, а никаких ошибок при этом не возникает, ну, например, то же самое деление на 0, по-настоящему, если, как вы видели, никаких ошибок не наводит в выполнении, или, скажем, деление на 0, это самое, floating point, не возникает никаких ошибок, и вы в своей программе, обработчик делать не хотите, вы хотите, чтобы он просто упал в том месте, где внезапно произошло, ну, нехорошо, тогда вы просто делаете трап, и говорите, значит, так, есть тут 0, трапнемся, все, и если у вас нет такого обработчика, то программа просто остановится, и это гораздо лучше, чем ситуация, когда вы продолжаете работать, пользуясь неправильно вычисленными данными, которые, значит, там, чем-то, что являлось корнем из минус единицы, ну, чем-то таким, это первый способ, assertion, вот в данном случае, assert происходит, если, обратите внимание, вот тут кусок цикла, да, а вот это изменение, assert происходит в том случае, если у нас изменение нулевое, то есть, если этот цикл, в общем, предположительно, вечен, это такой низ от цикла, там самого цикла не видно, где-то лук в самом начале, мы прибавляем Т1 к Т0, и надеемся, что когда-нибудь, вот, ну, вычитаем, надеемся, что когда-нибудь Т0 окажется нулем, но если Т1 был нуль, то так не бывает, поэтому мы просто вставляем сюда такую проверку, дескать, если Т1 стал нулем, братцы, это плохо, давайте, значит, все, все, все упали, вот, а вот этот кусочек кода тоже довольно маленький, и на этом я закончу, это ситуация, когда мы трапаемся в случае, если приходим за границу массива, вот у нас цикл, который расписывает массив на n элементов, числами n, n-1, n-2, и так дальше, но массив наш, он небольшой, он всего на 10 байтов, соответственно, на 3 машинных слова, 2, 2, значит, здесь надо написать G-E, вот, соответственно, ну, здесь, здесь на 3, это мне неправильно сделал, вот, соответственно, что мы делаем, мы отдельно определяем границу массива под названием bound, и в случае, если этот bound, вот он, достигнут, мы просто трапаемся, и получается, вот такая картина, тут, правда, все-таки 3, 4, но это не страшно, off-by-one, типичная ошибка, начинающего программиста, например, меня, сейчас мы это сохраним, покажу, и на этом все, значит, это у нас trap, вот смотрите, если я ввожу сюда число, число 2, то все работает, вот, 2, 1, а если я ввожу сюда число 4, то в какой-то момент у нас будет попытка 4, 4, вот видите, он раскатал 4, 3, 2, а потом говорит, что говорит, runtime exception trap, то есть мы вот по этому трапу упали, потому что проверили границы массива, это гораздо лучше, чем пытаться, вот мы когда будем программировать на си в следующем модуле, у вас таких ситуаций будет в общем много, я надеюсь, а именно когда у вас есть несколько мест в памяти, и вы их так вот вечным циклом расписываете, пока все не умрет, вот, вот способ этого предоставления, вопросы, все, тогда значит спасибо,